В эфире «Сила веры» Программа о самом важном в жизни Орловской Метрополии за прошедший месяц О людях, сильных верой и делом Здравствуйте, я Евгений Борисов И вот о чем мы расскажем вам сегодня О том, что для этого делают в Орловском перинатальном центре и Центре помощи матерям и детям имени Круглой в нашем сюжете Мимо таких витязей враг не пройдет Богатырский праздник православной молодежи объединил россиян и сербов Медицина с человеческим лицом Именно этим лейтмотивом объединены два события произошедшие в начале февраля в Орле Да, в сложных ситуациях врачи говорят, что даже используя передовые лечебные технологии в иных случаях, кроме как на Бога, надеяться больше не на кого Но такие эпизоды на грани жизни и смерти все-таки происходят редко Гораздо важнее шаг в сторону от утвердившегося сегодня бухгалтерского подхода к пациенту Это когда медицина отдельно, а вера отдельно И мы имеем дело с медицинской услугой А если мы хотим врачевать То одно без другого невозможно Именно так руководство лечебных учреждений Объясняет события, речь о которых пойдет дальше По просьбам пациентов, беременных женщин Медицинского персонала и жителей микрорайона В Орловском перинатальном центре Начала работа молитвенная комната В честь иконы Божьей Матери помощницы в родах За ее открытие было собрано более 90 подписей Будущих мам и врачей Я искренне убежден, что можно оказывать Медицинскую услугу без помощи Божьей А вот врачевать, наверное, нельзя Помещение, в котором роженицы и их близкие Смогут помолиться о благополучном появлении ребенка на свет Открыто на первом этаже акушерского отделения С понедельника по субботу с 10 до 16 Здесь можно будет поставить свечу перед иконой Договориться со священником о совершении таинств и треб И, конечно, людям теперь не придется под окнами ходить в переживаниях О том, кто там рождается и как проходит операция вся А можно будет здесь утешиться и самим И по молитве помочь своим близким Работники этого лечебного заведения Постоянно сталкиваются с величайшим чудом Который Господь дал человечеству С рождением новой жизни И так важно, чтобы в этот момент, когда сюда приходят люди, чтобы продлить род человеческий Они обращаются в этот момент к Богу, к Матери Божией Такая возможность есть Эта комната позволит женщинам в спокойной обстановке помолиться о предстоящих родах И получить духовную поддержку Она станет миссионерским центром микрорайона «Веселая Слобода» Никакие современные технологии не помогут без помощи Божьей Если сейчас пройти по Куршевскому отделению То мы увидим практически у 90% мамочек на столах стоят иконы и лежат молитвы Сами врачи признают, что рождение детей – святое дело Уже почти 30 лет помогает полнышам появиться на свет Людмилы Житкова Призывание к помощи Божьей, оно всегда помогает Святых икон, которые у каждого из православных христиан, верующих, докторов Обязательно стоят на столе или же где-то в уголке, или же в кармашке Необыкновенная благодарность у тех женщин, которые просили От окружающего населения, которые здесь, жители нашего района Сразу вслед за освящением сюда стали приходить будущие мамы Благодарившие всех причастных к открытию молитвенной комнаты А 13 февраля в домовый храм, находящийся в главном корпусе научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи Матерям и детям имени Зинаиды Круглой была передана великая святыня Ковчег с частицей мощи святого праведного Лазаря Четверодневного О святом праведном Лазаре, братья Марфы и Марии, жившем в пригороде Иерусалима, рассказывает Евангелие Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл своим другом Когда Лазарь умер и уже 4 дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых Воскрешение Лазаря воспоминается церковью в Лазареву субботу, накануне вербного воскресенья После этого святой прожил еще 30 лет, был епископом на Кипре и там же мирно почил В научно-клиническом центре перед Ковчегом был совершен молибин, за которым молились и врачи, и маленькие пациенты Эта святыня сюда прибыла, в это заведение, где многие детки, особенно их родители, хотят увидеть исцеление С последней надеждой обращаются сюда и вот в помощь докторам, в утешении этим больным деткам, особенно родителям Пусть да послужит вот эта святыня И по молитвам перед ней совершаются чудеса, пусть не умирают детки, пусть они выздоравливают здесь Святыня в Орел доставила Наталья Мезенцева, вице-президент благотворительного фонда святого мученика Ванифатия И в древних книгах паломникам говорят так, что когда кто-либо приходит к Лазарю просто помолиться Просто чтобы даже попросить его помощи, то Лазарь становится особым другом каждого, кто приходит к нему Когда-либо бывают трудные ситуации, когда действительно какое-то бывает желание исцелить, помочь Лазарь всегда придет на помощь, вот обладает такой особой благодатью, именно как друг Христа и друг для нас всех Главный врач Центра Алексей Медведев представил проект Храма Святых Небесных Сил Бесплотных Возведение которого на территории учреждения благословил, посещая Орел, Святейший Патриарх Кирилл Занимаясь врачеванием, ну для того, чтобы в каких-то ситуациях дать ответы на те вопросы, на которые мы подчас не можем Нельзя это делать без веры И вот то, что такая святыня прибыла сегодня в Орел, в нашу клинику Я считаю, что это будет и укреплением наших сил, и подарит надежду тем, кто сюда обращается В клинике был схиархим Андрит Илей, батюшка Илей, благословил эскизный проект, вот такой пока, который будет сейчас разрабатываться Который появится около клиники Проект согласился нам сделать известный российский архитектор Фуксиниди, который проектировал наш замечательный новый храм, который на Вятском посаде Мы надеемся, что с Божьей помощью и сегодня, вот при таком укреплении наших сил, это все действительно скоро реализуется И у нас появится свой храм здесь, на территории больницы Поклониться частице мощей Святого Правенного Лазаря все желающие смогут ежедневно, с 10 до 15 часов, с понедельника по субботу, в педиатрическом корпусе После священник обошелся в святыне отделения детской онкологии и гематологии Его пациенты ждут помощи врачей и горячих молитв близких в первую очередь Уже более полувека, 15 февраля, в день Сретения Господня, отмечается Международный день православной молодежи Он прижился в русском зарубежье, а с начала 2000-х активно отмечается в регионах России Силу духа и красоты улыбки орловских юношей и девушек все желающие могли оценить на Большом Богатырском православном празднике Единением и любовью спасемся Он прошел в этот день на территории Знаменской Богатырской заставы Богатырская застава – это такой древнерусский городок на окраине Орла С настоящей крепостью, вооруженным войском и гостиницей для путников Богатырей в кольчугах и девушки-поленицы в нарядных кафтанах расскажут о жизни наших предков И пригласят помериться с силой и отвагой В день православной молодежи гости заставы наблюдали за штурмом крепости Он воспроизводил события 1615 года Когда в пригороде Орла, в местечке Царевброд, Дмитрий Пожарский победил польского воеводу Лисовского На Царевброде шесть раз он пытался забрать свои литавры И знамена, которые я потерял в одной из вылазок, не получилось И потом он ушел, потому что Дмитрий, он настоящий богатырь, стоял до конца Поддержать братское плечо орловских богатырей на праздник приехали гости не только из соседних Тулы и Смоленска Но и из далекой Сербии Отец Арсений уже много лет работает с белградской православной молодежью Поверх рясы в этот день он надел кольчугу Что это у вас в руках? Это, сколько я знаю, это старое сербское оружие средневековье Не знаю, как называемое, но опасное здесь ощущение единства православных народов Сербская дружина Витязи Свибр существует уже почти три десятка лет У себя на родине она известна крупными рыцарскими турнирами и походами Уже несколько лет сербских и орловских богатырей связывает крепкая дружба 30 лет назад мы начали реконструировать нашу традицию и культуру У нас есть и молодые и старые, которые занимаются Свибром И есть разные программы на крещение, походы с Ладьем Сделать поход из Руси до Белграда Витяжские турниры там есть Блаженопочевший патриарх Павлов Он благословил Свибр, чтобы он делал хорошее дело Сегодняшний патриарх Ериней Он тоже благословил работу эту Вслед за штурмом крепости Гости праздника разбрелись по территории заставы Развлечения по душе могли найти и дети, и взрослые Снежные бои, битвы на булавах, упражнения с шашкой Богатырь дня сегодняшнего Александр Муромский Видит достойных продолжателей своего дела Сила русского богатыря, мне кажется, прежде всего в силе духа Потому что независимо ни от физического состояния, ни от чего Если ты готов идти до конца за свою страну В этом и главная сила В этом году летом орловчан ожидают большой праздник православия и спорт И богатырскую силу можно будет показать И в мужских видах спорта посостязаться И к культуре предков приобщиться Об этом в наших следующих выпусках На этом у нас все О том, как православная церковь отвечает на духовные вопросы современного человека Мы будем беседовать с благочином храмов города Орла Настоятелем Богоявленского собора Паратерием Александра Прищепы Через неделю в это же время на Первом областном До встречи Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok